В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В России отмечают День семьи, любви и верности, на выходные перекроют Первомайский проспект, оформление Европротокола. Что это такое? Команда из Рязани представит область в чемпионате лучший сантехник и в Рязанских лесах введен особый противопожарный режим. Постановлением правительства региона в некоторые леса Рязанской области запрещен въезд. В рамках особого противопожарного режима, который будет действовать до 15 октября, необходимо воздержаться от посещения в том числе и популярного Солочинского лесничества. Здесь и в других лесах нельзя разводить костры и въезжать на транспортных средствах. В ближайшее время сотрудники Минсельхоза установят предупредительные аншлаги и перекроют шлагбаумами въезд на закрытые участки. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования. Ограничен въезд в леса, автотранспорту и посещение лесов населения. Запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Устанавливаются иные меры пожарной безопасности. В районах работают в настоящее время оперативные группы, которые осуществляют контроль за соблюдением противопожарных правил. В лес теперь на автомобиле съездить не получится в течение всего лета. А в Рязани закроют для движения транспорта Первомайский проспект. Правда, всего на несколько дней. 8 июля с 22 часов вечера до 10 числа перекроют движение по проспекту в сторону Площади Победы. Ограничение вызвано необходимостью проведения аварийного ремонта на участке теплотрассы. В сторону центра города движение не закрывается. Объезд закрытого участка дороги будет осуществляться по улице Вокзальная. Рязанцам в течение этих дней необходимо быть внимательнее и планировать маршрут своего движения заранее. И в продолжение дорожной темы. В ряде регионов опыт оформления Европротокола имеют до 30% автомобилистов. Этот документ упрощенный без вызова сотрудников автоинспекции оформления ДТП. Однако есть ряд условий, которые обязательно нужно учитывать. Советы, которые даст Оксана Тебенихина, могут оказаться полезными. Здравствуйте, капитан Полиц Кузин. Что у вас случилось с ДТП? Да. Готовим документы, уходим из машины. Вы стояли на месте, да? Зацепил машину. Понятно. Ущерб определяли, уже большой, нет? Ну, смотрите, у вас здесь ущерб совсем небольшой, да? У вас царапин на бампере, да? В таких случаях правила дорожного движения вам разрешают оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Что сначала необходимо нужно сделать, если вы попали в такое ДТП? Включаем аварийную сигнализацию, выставляем знаки аварийной остановки. Здесь ущерб до 50 тысяч рублей, поэтому фиксируйте на телефоны, как стоят автомобили. Фотографируем с дальней дистанции, как стоят автомобили, да? Чтобы был большой ракурс. Чтобы можно было привязать это место ДТП к какому-то перекрестку, зданию, строению, либо пешеходному переходу. Дальше фиксируются повреждения автомобилей и обязательно государственные регистрационные знаки. То есть сделаем как можно больше снимков, чтобы потом можно было понять, как произошло ДТП. После того, как зафиксировали, как стоят транспортные средства, необходимо убрать их с дороги, чтобы не мешать остальным участникам дорожного движения. Переходим к заполнению извещения о ДТП. Оно приложено к каждому полюсу ОСАГО, поэтому здесь есть ваши данные, есть ваши данные. Спокойно заполняем из документов. Здесь есть место для схемы ДТП. Желательно, конечно, вкратце ее тоже нарисовать. Оформить ДТП без участия сотрудника ГИБДД можно, если ущерб пострадавшей стороне до 50 тысяч рублей. Если участвуют два транспортных средства, водители трезвые, и у них нет разногласий, и они сходятся в оценке произошедшего. То есть они определились между собой, кто из них нарушил правила дорожного движения. После этого они оформляют извещения о ДТП и с фотографиями, со схемой ДТП и с извещениями каждый едет в свою страховую компанию. В настоящее время от 30 до 50 процентов ДТП в разных страховых компаниях оформляется без участия сотрудника ГИБДД. Также хотелось бы обратить внимание страховых компаний, чтобы в процессе обучения подготовки кандидата в водителя они уделяли время такому процессу, как оформление ДТП без участия сотрудника ГИБДД. Чтобы новые молодые водители уже представляли, о чем речь. Если произошло ДТП, они могли сами оформить. Но в любом случае, если вы в чем-то сомневаетесь, позвоните в дежурную часть ГИБДД, отдельный батальон ДПС по городу Рязани по телефону 463040 и там вы сможете получить любую необходимую консультацию. К другим темам жители Рязанской области будут судить за истязание шестилетнего ребенка. ЧП произошло в одной из деревень Александрневского района. Семья мальчика считалась неблагополучной. Мама одна воспитывала сына и не слишком за ним следила, злоупотребляя спиртным. Ее сожитель, 42-летний мужчина, подтвердил, что использовала наказание как метод воспитания с помощью электропровода и запирая мальчика в подвале без еды и воды на ночь. Педагоги детского учреждения, куда попал ребенок, заметили синяки на теле мальчика и обратились в правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится в революционном центре, где с ним занимаются психологи и медицинские сотрудники. Походатайство следователя судом в отношении ранее судимого нигде неработающего обвиняемого. Избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиной таких диких случаев зачастую становится отсутствие семейных ценностей. Еще раз напомнить, что это такое призван молодой, но богатый смыслом и историей праздник семьи, любви и верности, который страна отмечает 8 июля. По всей России чествуют многодетные семьи, а также супругов, которые долгие годы живут в браке в мире и согласии. Этот день считается счастливым и просто созданным для проведения свадеб. Поэтому рязанские невесты и женихи именно на эту пятницу специально назначили свадьбу, чтобы святые Петр и Февроньи охраняли новую семью. Так, в Рязанском ЗАГСе сегодня поженились более 40 пар. До золотой свадьбы им придется еще пуд с солью вместе съесть, а пока молодые отмечают один из самых счастливых дней в своей жизни. Исконно русский праздник. Все в основном сейчас празднуют день святого Валентина, хотя это совершенно не наш праздник. И как бы мы подумали и решили в этот день, что как русский мы отметим его именно 8. День семьи, любви и верности. День свадьбы запомнится. Русский православный праздник. Для нас это, конечно, важно. Не 14 февраля, а именно 8 июля. Это действительно очень символично и мы счастливы. Сравнительно молодой, ему всего 9 лет, но многим уже полюбившийся праздник приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февроньи, чей союз стал символом супружеской верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, соседней нашему региону Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февроньи, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Именно они стали олицетворением благочестия, взаимной любви и верности. Их история навечно зафиксирована неизвестным автором в повести о Петре и Февроньи, которую по сей день изучают школьники. В нашем регионе к празднику относятся с особым трепетом. Февроня родом из села Ласково. Повесть о Петре и Февроньи опирается на фольклорную основу. Это муромские местные легенды и сказания, связанные еще с народным почитанием княжеской четы Петра и Февроньи. Также повесть связана и с русскими народными сказками, сказками о змее и змееборце. Этот сюжет большей частью связан с фигурой князя Петра и со сказками, связанными с образом мудрой Февроньи. Мудрой девы, разговаривающей загадками, дающими чудные задания в загадках. Девы, обладающие неким высшим знанием и даром исцелением. Ну какая здесь мудрость, Февронюшка? Зеленеет трава, светит солнышко. Нет у них языка, чтобы рассказывать. Станут ли они клады указывать? Клад чудесный от глаз не скрывается. Сердце доброму он открывается. Наполняет здоровьем и силою тех, кто любит свою землю милую. У нового семейного праздника уже есть памятная медаль за любовь и верность, которая вручается 8 июля. И очень нежный символ ромашка. Ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия. Поздравительные концерты, различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет. Благотворительные акции. Кстати, есть поверье, что брак заключенной сегодня будет долгим и счастливым. Жили рядышком. После армии. День свадьбы у нас был на день ВДВ. Так что все перейти. Расписывались, как раньше еще по старым домовым средствам совета. В Редкинском. Вся семья принимает активное участие. Жизнь родного села. Подвязь. От чего надоест? Мы всю жизнь в трудах, в заботах, в воспитании детей. У нас двое детей, дочка и сын, и пятеро внуков. Четыре внучки, один внучок-жучок. Ну и, конечно же, сегодняшняя дата – это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому ему так легко шагается. Выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что Международный день семей отмечается ежегодно – 15 мая. Рязанскую землю за ее историю прославили не только святые Петр и Февронья, поэтому сегодня авторы находятся в поиске знаменитых символов региона для создания туристского логотипа. Лучший будет объявлен по итогам конкурса. Уже есть 23 художественных решения. Наиболее популярными мотивами в представленных работах стали образ рязанского Кремля и рязанской женщины, рязанский народный костюм, военные традиции Рязани и, конечно же, береза. Теперь конкурсной комиссии нужно будет определить победителей, которых оценят по нескольким критериям, в том числе по оригинальности. В некоторых работах ее хоть отбавляем, в своем альтернативном варианте логотипа авторы пошутили и совместили в одном эскизе сразу все символы рязанского края. Поэт Есенин в стельняшке и десантном берете облокотился на березу, на которой растут грибы с глазами. Еще один конкурс, только уже всероссийский, проходит ежегодно. Он посвящен профмастерству и называется «Лучший сантехник». В этом году в нем принимают участие команды из 46 регионов России, а также сантехники из Казахстана, Узбекистана и Сербии. Команда «Сантехцентр» представит в чемпионате Рязанскую область. Сегодня ребята выполнили свое первое и самое главное задание, которое увидела и наша съемочная группа. «Добрые дела сантехников ветеранам» – это второй отборочный этап, в рамках которого участники конкурса проводят бесплатные сантехнические работы у нуждающихся – ветеранов, инвалидов, многодетных семей или одиноких пенсионеров. Это важная составляющая не только конкурса, но и, что понятно, социальных взаимоотношений. Ведь именно незащищенные слои населения, как правило, особенно нуждаются в поддержке и в помощи. Людям мы, даже и без этого конкурса, мы и так людям помогаем. Каким образом? Каким образом? Ну вот не так уж давно, я имею в виду, был пожар на Новоселок. Я имею в виду, мы там поменяли эндосистему отопления. Дети подожгли как маленькие. Что будете делать здесь? Ванну, замена ванны, потом замена унитаза, замена смесителя и замена умывальника. Умывальника решили сами, потому что, как считаем, что нужно, чтобы вся сантехника была новая. Вот и все. Людмила и Сергей Голощаповы долго не могли поверить в то, что команда рязанских сантехников установит им новое оборудование абсолютно бесплатно. Нынче много аферистов. И пока ребята не прибыли к их дому с новыми ванной, умывальником и унитазом, семья сомневалась в чистоте их намерений. А теперь несказанно рада такому подарку. Ведь с пенсии накопить на такие необходимые покупки практически невозможно. Я считаю, сейчас мы вот самые незащищенные слои общества, да, инвалиды. Что там, минимально на это все. И вдруг бесплатно конкурс какой-то. Я ошалел, вот честное слово. И главное быстро, и все, не знаю. Не могу даже ничего такого сказать. Не ожидал. Но вы благодарны, ребята. Благодарны, но очень, не то что благодарны, дай бог им здоровья всем. И вообще очень, 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 очень. И даже сейчас вот я еще не верю, что вот все так это самое, бесплатно. И главное моментально. Вот одним днем пришли и все сделали. У нас старые еще 30 лет назад как бачок ставили, сейчас уже компактные везли это самое. А ванна, да, железная, начала протекать, ну хорошо знакомый там, смолой, ну чем-то залепил все это самое. Потому что не можем денег набрать, чтобы позволить себе купить это. Очень дорого лекарства. Потому что не важно там продукты какие-то, а все лекарства. Но добро добром, а конкурс продолжается. На втором отборочном этапе команды проведут мастер-классы в школах и детских домах своего города. Лучшие команды пройдут финал чемпионата, который состоится 22 ноября в Челябинске. В финале участники выполнят теоретические и практические задания на скорость. Главным призом конкурса будет 300 тысяч рублей и золотой кубок. Так пожелаем нашим ребятам удачи. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и летнего настроения. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова